Итак, мы продолжаем изучать пертей, а вот сегодня мы находимся в 11-й мишне, 11-я мишна 1-й главы, и значит, в этой мишне Автальон, Автальон сказал, Автальон, у него такое странное имя, Автальон, говорят, что Автальон, Талия, это сирота, как бы маленький ребенок, Талия, и Автальон, он был как отец всех сирот, ну, то есть он помогал детям, был такой очень, видно, хороший человек, и говорят, что он был потомок или потомок, или сам он был из Дерим, это принявших иудаизм, и он, тем не менее, стал главой Санедрина, но вот так можно до самого верка дойти, зная Тору, то есть Тора, она открывает совершенно вообще человеку, ну, то есть Тора, это как инструмент, которым Бог сотворял мир, и когда у тебя есть Тора, то ты как бы вообще можешь сотворять мир этим. Теперь дальше, он говорил Автальон, Хахамим, он обращался к мудрецам, и Зару Бедиврэхэм, будьте осторожны в своих словах, говорил он мудрецам, но и не только мудрецам, потому что сейчас мы узнаем, почему именно он сказал мудрецам, но это касается всем, чтобы были осторожны в своих словах. Шема тахуву ховат галут, что может быть вы будете, тахуву, как бы, хов это долг, то есть вы будете присуждены к долгу галута, к долгу изгнания, сейчас мы знаем, что он имел в виду, в этиглу, и вы в изгнание уйдете, да, лимаком маем араим, и вы, вы знаете, уйдете в какое-то место плохих вод, плохих вод. Вы ишту, а талмидима баима хорэхэм, и будут пить ученики, которые приходят после вас, вы ямуту и умрут они, вы немца шем шамам мид хавэль, и получится, что имя небес будет обесценено. Значит, казалось бы, Тора, Тора часто сравнивается с водой, это вода, значит, живая вода, вот так, живая вода сравнивается с Тора, и потому что она оживляет. И вот это вот, когда он обращался к мудрецам, почему он обращался к мудрецам, на то время уже пошло очень большое разделение в народе Израиля, то есть было, появились секты, то есть, как вот мы смотрим по передаче Торы, был в начале Шимон Ацадик, он был в начале второго храма, Шимон Ацадик, он был 80 лет первосвященником, или 40, или 80, и он, как бы сказал, на трех вещах стоит мир, на Торе, на служении и на добрых делах, отлично, никто не спорит, все за. Следующее поколение уже появились, Йоси Бенезер, Йоси Иштре, да, получили от них, от предыдущих поколений, уже разделилось, это было первое поколение, Талмуд говорит, когда появилось два мнения по разным вопросам, и хотя, они и первое мнение, и второе, они были только во имя небес, то есть, они были настолько вот, но это было уже разным мнением. Теперь дальше, следующее поколение, Йошуа Бенбрах и Анитаир Бели, уже тоже два мнения. Следующее поколение, Иуда Бен Табай Шимон Бен Шатах, уже два мнения, две школы. А здесь опять Шмаев и Автальон, тоже две школы, да, а еще был один, мы пропустили, Антигнос Вишсохо, он был после Шимона Ацедика, и вот после него пошло разделение, вот это интересная вещь. Он был, у него уже было греческое имя, Антигнос Вишсохо, у него было греческое имя, Антигнос это никак не имя Сторы. И после него пошли вот эти Йоси Бен Вейзер и Йоси Бен Среда, следующее поколение мудрецов, которые руководили еврейским народом, а уже следующее поколение, вот через поколение, были Шмаев и Автальон, они были принявшие иудаизм, то есть, у них все равно осталось еще, ну, знание, они были потомки Санхерива, царя ассирийского, да, и получается уже появилось, в еврейском народе в это время появились шатания, то есть, уже одни так, которые поднимали, другие так, появились секты. И особенно появились секты, Антигнос вот этот Вишсохо, он сказал одну вещь такую, он говорит, мы уже это учили, не будьте как рабы, которые служат для получения награды. И пошли разговоры, а слышали, что он сказал, а значит нету награды, значит. Он говорил, есть награда, но просто не служите ради награды. Ну, можно же из его слов понять, что нету награды. И у него уже были ученики, Байтус и, второго звали Цадак и Байтус, да, с Дотим, которые говорили, нету улам-аба, нету грядущего мира. И они начали, одни так его трактовали слова, другие так, и пошло разделение, за ними, за всеми пошли какие-то люди, а люди идут за личностями харизматичными, даже если у них совершенно не могут все, что угодно там гнать, а один был, была секта, например, один там сказал, все, мы должны ради Бога закончить всю жизнь самоубийством. И люди там, 800 человек закончили жизнь самоубийством. Это было лет 20-30 назад. Там все эти секты, ну, то есть такие секты, если посмотреть просто, тоталитарные эти секты, как такое люди придумывают, что капец. И, ну, вот, если кто-то у него есть эта харизма, за ним готовы идти. Готовы люди идти. Значит, и тут вот этот автальон, он говорит, послушайте, говорит, хахамим, мудрецы, будьте осторожны в своих глазах, в своих словах. То есть это он сказал именно мудрецам, знатокам Торы, за которыми люди идут. Он говорит, будьте осторожны. То есть даже если вы говорите с хорошими побуждениями, то возможно, возможно, вас поймут неправильно. И даже точно он говорит, вас поймут неправильно. Потому что то, что люди понимают, это мы до этого учили. Аве марбелях корет айдим. Очень хорошо проверяй и дим. Ваве заир бы двореха. И будь осторожен в своих словах. Что, может быть, они эти свидетели из твоих слов выучат, как врать. То есть слова, они искажают реальность. И он говорит, хахамим, будьте осторожны в своих словах. Потому что, может быть, будет хават галут. И вот, уйдете вы в изгнание. Значит, здесь уже чувствовалось, что изгнание близко. То есть оставалось где-то поколение, получается, там, может, ну, несколько поколений, оставалось до разрушения храма. И уже были мудрецы, которые это чувствовали. Что скоро будет разрушение второго храма, изгнание. Как-то они этого боялись. И он говорит, и все. И попадете бы в место плохой воды. Что такое место плохой воды? Это место, где, если Тора, это вода. А плохая вода, это философские течения. Которые, что такое философы? Философы говорят, мне кажется, что мир устроен так. Второй говорит, нет, фигня. Мне кажется, что вот так. И вот они сидят. Кто в бочке сел, там, на мир смотрит сквозь бочку. Кто, там, эпикурейцы. Кто, наоборот, нажрался, набухался. И говорит, нет, вся радость, удовольствие в этом мире. Или, там, Сократ, Платон, один же самоубийством закончил. Второго, там, по-моему, убили. То есть, все эти философы, они все были, ну, как сказать. Если посмотреть, какую жизнь они прожили, то понятно, что философия не работает. Ничего она не работает. И они сами говорят, философия – это я думаю о том, что мир устроен так. То есть, их размышления о мире. Но за каждым из них идут, а люди ищут. То есть, реально человек, кроме того, что он видит, он ничего не знает. И он внутренне чувствует, что ему страшно. Он не знает, что будет завтра. Он не знает, что будет после смерти. Он умирать не хочет, что будет после смерти, не знает. Чем заниматься, непонятно. То есть, нормальный человек, который начинает задумываться о жизни, он попадает сразу в хаос. То есть, он в полный хаос сразу. Что делать-то, да? То есть, пока ты не задумываешься о жизни, ты крутишься, как белка в колесе. Надо заработать, надо заработать, надо заработать. Деньги – все. Значит, ты не задумываешься. Как только ты останавливаешься и думаешь, а зачем заработать? Ну что, я всю жизнь заработал я уже. Что кушать есть, что пить есть. Где жить, вроде есть, но были совсем недавно. Миллионы людей. Только все было нормально. Жиг! Сменилась система. Советский Союз. Столько там попривыкли. Жиг! Нету Советского Союза, да? Там в Европе, может быть, чуть-чуть поспокойнее. Но все равно недавно прошла война, почти всю Европу тоже разрушила, да? Значит, Автальон предупреждает мудрецов в еврейских, которые знают эти торы. Он им говорит, будьте осторожны, говорит, в своих словах. Потому что, может быть, вас отправят в изгнание, и вы окажетесь в месте мая-мараим, плохой воды. Вы иштуа, талмидима баима харахем, и выпьют эту воду, плохую воду, талмидим, которые пришли после вас. Вы и амуту, и умрут. И умрут. Значит, какую воду они выпьют, плохую? Они выпьют воду, ту плохую, да? То есть, получается так, что он говорит мудрецам, будьте осторожны в своих словах, что, может быть, попадете вы в плохую воду, вместо плохой воды, и будут пить ваши ученики, которые приходят после вас. И умрут они. То есть, от чего они могут умереть? От тех слов, которые сказали мудрецы, или от той плохой воды, которая есть в том месте, где они оказались? Вот вопрос. И получится, что имя небеса обесценено. Значит, есть интересная история, как в Германии. Значит, вначале было все у евреев прекрасно. Значит, Бог вывел из Египта, дал Тору, все были пророками. 40 лет были в пустыне, ели ман каждый день, каждый день Бог давал пищу, перед субботой давал двойную дозу мана. То есть, были чудеса. Потом зашли в землю Израиля, и Бог чудесами дал возможность полностью захватить. Прямо все были свидетели чудес. И Орден расступился, там все. Теперь, значит, стены Иерихова упали. То есть, вообще, явные чудеса были. Потом, значит, был тяжелый период, потому что чудеса были, но когда ты понимаешь, как оно все работает, есть большой соблазн и далопоклонство. И они, каждый был такой на уровне мага такого, да, и они... А устремления человека, они одни и те же. Это удовольствие, размножение, власть, война вокруг этих детей и народы. Все идет... Они смешивались с этими народами, все. И, значит, они все время, как бы, ну, сворачивались с прямого вот этого пути Торы. Потом, бах, значит, первый храм построил Шлома. Царь Шломо, мудрейший из людей, построил первый храм. Опять всем сообщил всю Тору. Все, Каэлит, значит, зачем надо жить. Мишли, как надо жить. Широширим, как любить Бога, да, без песней. Все вообще, опять чудеса. И тут же он же сам, когда избыток вот этой вот силы и власти, его бах, в конце жизни, что-то у него пошли какие-то движения, не те. В общем, уже его сын, царство распадается. Вторая часть Израиля, 10 колен, начинают служить идолам. Все, пошло, поехало, опять по новой. Бах, разрушение первого храма, ушли в изгнание на 70 лет. История Пуримская, что всех сейчас уничтожим, они все, ну, все, понятно, зачем жить. Только ради Торы, ради Всевышнего. Оп, весь народ вернулся опять к Богу. А именно Бог вывел, как бы, он говорит, мне нужен народ священников. То есть мне нужен народ один на земле, который полностью посвятит себя и свою жизнь служению мне. Ничего больше, никаких. То есть народ священников. Все должны быть священниками. Все. Значит, вернулись, построили второй. А, все опять поверили в Бога. Все, опять надо возвращаться в землю Израиля. Возвращаются 42 тысячи. Построили эти 42 тысячи второй храм. Все остальные исчезли. Все, кто были в изгнании, исчезли. Второй храм. Значит, опять государство растет, растет, растет. Второй храм. И опять вот это как раз мы, вот это автальон и так далее. Опять пошли чуждые веяния. Захватили Греки. Пошла греческая культура. Вот эти самые антигносы там и так далее. Пошла греческая культура. Вот это маэм-раим. И пошло опять смешивание. Опять Бог говорит, что секундочку, я же вам говорю, вы народ священников. Значит, если вы не понимаете этого, второй храм тоже разрушается. И в изгнании на 2000 лет, значит, сейчас оно продолжается. И знания, чтобы исправились, как египетское знание должно было вывести вот этот народ священников, так же это 2000 лет и знания должно было опять же вывести как генетические служители Бога, да, таких вот, именно народ священников. Вообще не помогает. Значит, катастрофа. Треть народа погибает страшно, то есть показывая, что ну нет у вас других вариантов. Так, теперь вот я хочу к этому... Ну и потом возникает государство Израиль. В котором сейчас есть миллион религиозных людей, которые служат Богу. Но есть с этим небольшая сложность. Значит, какая есть небольшая сложность? Когда в каждом поколении есть Машех. Машех это как спаситель, мессия, да, то, что переводят на русский, мессия, машех. Это тот, через которого Бог раскрывается в этом поколении. И в 1600 каком-то году был потенциальный Машех Шабтай Цви. То есть все думали, что он машех, он там проявление, все, значит. И потом вдруг оказывается, что он не машех. И народ разочаровывается. Вот, блин, опять. А уже люди продавали дома, собирались опять съехать в Израиль. Все, машех. Он делал чудеса. Теперь, значит, он делал чудеса. Шабтай Цви этот. Оказалось не машех. Все разочаровались. И тут начинают раввины между собой воевать. Ты как шабтай Цви, ты как шабтай Цви, ты как шабтай Цви. И начинаются два главных раввина Европы, начинают друг с другом воевать. Хэром одни на других. Это был Рабь Йонетан Эйпшиц и второй был Хахам Цви его, по-моему, звали. В общем, они друг с другом воюют. Народ думает, ну что это такое? Только мы разочаровались с Машехом. Тут два главных раввина воюют. Вообще какая-то... В общем, они начали постепенно разочаровываться. Потом, значит, была резня Богдана Хмельницкого. Потом была там новость. На Евреев идет чем хуже. Для чего? Чтобы пробудились к служению Богу. Значит, они вместо того, чтобы пробудиться, приходит чувак этот... Мендельсон его звали. Моше Мендельсон. И говорит, проблема в том, что мы слишком евреи. Мы должны быть немцами на улице, евреями дома. И начинается... Он переводит Тору на немецкий язык. И начинают евреи сближаться с народами. То есть, еще больше интегрироваться в нееврейскую культуру. Вот в эту Маэмраин. И как раз вот это вот... Через три поколения... Вообще, там 90% евреев в Германии уже были неевреи. Там христиане, смешанные братья. Отказались от Иерусалима. Там все. Мы вообще неевреи, они сказали. То есть, он говорит, надо быть евреем дома. Немцам на улице. Оказалось, что они полностью стали неевреи. Теперь и дальше. В Германии в это время поднимается вот этот вот нацизм. И говорит, секундочку. Как вы? Вы хотели от Бога убежать? Вы хотели забыть, что вы евреи? А мы вас сейчас... Вы вообще... Вы вели их вообще из... Сказали, вы вообще не люди. То есть, вы не хотели быть евреями, не хотели служить Богу? Вы хотели спрятаться? Нифига. Не спрячетесь. И, значит, страшная, страшная катастрофа. Вообще, хуже этого вообще не может быть. Но, значит, евреи понимают, что они евреи, что нету... Ну, от этого не убежишь. Но быть евреем, это значит служить Богу. То есть, нету другого определения еврея. Бог вывел еврейский народ в Египте, сделал народом, дал Тору и сказал, вы народ священников. Все. Нету других вариантов. И, значит, получается, что вот это вот... Ну, Мендельсон этот, он был хахам. Он знал Тору, но он перевел ее на немецкий язык для того, чтобы сблизиться с немцами. Значит, это как раз вот тот случай, когда благодаря этому... То есть, его слушали, вроде он знает Тору, вроде он как бы... Ну, такой, он был очень грамотный человек. Написал комментарии. У него, кстати, есть комментарии и на Пертео, и на Тору. Все на чистом немецком. И он все время продвигал линию, что давайте сближайтесь. Куда сближались, понятно, да, катастрофа. Был другой Рафшимшан, Рафаэль Гирш. Он тоже перевел Тору на немецкий язык. Но у него было совсем другое намерение. Он хотел тех, которые уже не знали иврит, не знали, не могли учить Тору, он их хотел вернуть. То есть, они сделали одно и то же действие, но абсолютно с разным намерением. Значит, еще раз давайте вернемся к этой мишне, чтобы подвести итог. Значит, Автальон сказал, что хахамин. Те, кто знают Тору, на них ответственность. И они должны быть очень осторожны в своих словах. Может быть, что такое может быть, что вы окажетесь в месте изгнания. Вы окажетесь в месте плохой воды, где есть плохие Деод, плохие знания, плохие системы мышления. Значит, и выпьют Талмидим, которые пришли за вами. Они думали, что это Тора, а это не Тора. То есть, или даже это была Тора. Но когда Тора смешивается с не Торой, то получается яд. И они умрут. И получится, но они будут называть себя при этом Торой. И получилось, что имя небес обесценится. Потому что те, которые обычно представляют себя от имени Торы, они очень часто, например, меня не воспринимайте, я не раввин, вообще не раввин. Раввины – это те, которые в белых рубашках, в шляпах, с пейсами, которые сидят целый день, учат Тору. Вот это раввины. Те, которые не учат Тору целый день, они не раввины. Они Тору знают, то есть, понаслышьте и передают понаслышьте. И когда вы смотрите на человека, который ведет себя неправильно, и он одет как религиозный, и вы говорите, вот все религиозные ТТИ. Сейчас идет в Израиле дикая пропаганда против религиозных. Если что-то где-то сделал человек в религиозной одежде, сразу говорят, вот все религиозные ТТИ. Это чистая ложа пропаганды. Если человек переодетый в религиозную одежду, поступил не по религиозному, значит, он не религиозный. Все. То есть, человек, который ведет себя не как религиозный человек, он религиозным человеком не является, как бы он ни одевался. То есть если даже он наденет на себя два штраймала подряд, отрастит себе три пары пейсов, он от этого не становится религиозным. Религиозный человек это тот, который живет по Торе, выполняя полностью заповеди Торы, только он называется религиозным человеком. Все остальные, если они ведут неправильно и действиями своими доказывают, что они ведут себя не по Торе, значит можно назвать. Или можно сказать, что в этот момент он был нерелигиозный, то есть у него было помутнение рассудка. И может быть он другие моменты религиозные, то есть мы не можем сказать по одному поступку человека в принципе. Мы можем сказать, что в этот момент, скорее всего, он вел себя не как религиозный человек. Поэтому вся пропаганда против религиозных людей отменяется. Все, религиозные люди святые, служат Богу, добрые, честные, скажут все народы, что те евреи, которые соблюдают Тору, это святые люди, на них надо ориентироваться. Но и надо стараться быть такими людьми, все, будем стараться быть такими людьми, учить Тору и действовать по Торе, все.